Книга открытым оком, тема мусульманства, 18 том, вопрос 3234. Почему в Коране так много говорится о Марии под именем Мариям, а на самом деле оказывается, что по описанию их Мариям совсем даже и не наша Дева Мария? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все дело в описании ее в Коране, как она выглядит там, да еще толкователи постарались придать нужный вид ей. Она-то совсем бы и не нужна им, но автор Корана брал все, что было ему известно и не заботился о достоверности слышанного, не сверялся с писаниями, в которых она истинно показана. Вот такая некая Мариям и пристает перед миллиардом людей, не читавших Библии, не державших ее в руках никогда. Коран, 3 глава, 35 стих. Вот сказала жена им рано, Господи, я обетовала тебе то, что у меня в утробе, освобожденном для тебя, прими же от меня, ведь ты слышащий и знающий. И когда она сложила ее, то сказала, Господи, вот я сложил ее женского пола. А Аллах лучше знал, что она сложила, ведь мужской пол не то, что женский. И я назвал ее Мариям, и вот я отдаю тебе ее и ее потомство под защиту от сатаны, побиваемого камнями. Третья сура, 37 яд. И Господь ее принял, ее хорошим приемом, и возрастил ее хорошим ростом, и поручил ее Закарии. Всякий раз, как Закария входил к ней мим храп, он находил у нее пропитание. Он сказал, о, Мариям, откуда тебе это? Она сказала, это от Аллаха, поистине Аллах питает, кого пожелает, без счета. Третья глава, 38 стих. Там возвал Закария к своему Господу и сказал, Господи, дай мне от тебя потомство благое, ведь ты слышащий воззвание. И возгласили ему ангелы, когда он стоял молился в мим храпе. Аллах радует тебя вестью об Яхье, подтверждающем истинный слов от Аллаха, Господине, воздержанном и пророке из праведников. Он сказал, Господи, как будет у меня мальчик, когда до меня дошла уже старость, а жена моя бесплодна? Он сказал, так Аллах творит, что пожелает. Он сказал, Господи, сделай мне знамение. Он сказал, знамение твое, что ты не будешь говорить с людьми три дня, иначе как знаками. И поминай твоего Господа много и восхваляй по вечерям и утрам. Третий, 40 стих, 42 яд. И вот сказали ангелы, о Мариам, поистине Аллах избрал тебя и очистил и избрал тебя перед женщинами миров. О Мариам, благоговей перед твоим Господом, подиниться, поклоняйся с поклоняющимся. Это из рассказов о сокровенном, который мы тебе открываем. Ты не был при них, когда они бросали свои письменные трости, который из них будет заботиться о Мариам. И ты не был при них в то время, когда они припирались. Вот сказали ангелы, о Мариам, вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого Мессия Иса, сын Мариам, славным в блудущем, в ближнем и в последнем мире из приближенных. И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым будет из праведников. И будет из праведников. Третий, 40, 47 яд. Сказал она, Господи, откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек? Сказал он, так Аллах творит, что желает. Когда он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему, будь, и оно бывает. И научит он его писанию и мудрости, и торе, и Евангелию. И сделает посланником к сынам Израила. И пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы, и подую в нее, и станет эта птица по изволению Аллаха. И исцелю слепого прокаженного, и оживлю мертвых за изволением Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите, что сохраняете в ваших домах. Поистине в этом знамение для вас, если вы верующие. Читаем из Библии. Все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Стихотворение. Стыд преступлением, прапрадеда нажит. Раньше не стыдились в бывшей наге. С тех пор садом придется дорожить. Бесстыдство приравняется к отваге. Сыдобушка, бесстыдник, упрекаем. Того, кто принародно мать срамит. Цинично ухмаляется в аскале, отказываясь старость докормить. Уже с пеленок учат прикрывать. Срамное место так и обозначим. А тут-то, скажем, может быть кровать. Благословляет каждого зачатие. Стыд позабыт, безбожием оголен. Расхристанный лгунишка депутатик. Он угол при выборах. Надежно срок продлен. Законотворчеством, лоббированием гадит. По совести летешет судей здесь. Стократно увеличив им оклады. Бесчестье черно. И в этом израк весь. Теперь полмиллиона. Таких дает на лапу. Стыд заставляет кумачом краснеть. И веки опустить. И стать подстать незрячим. Во тьме бесстыдство. Да взойдет рассвет. С сожженной совести, как окаянство, спрячем. Кто собеседника, не выслушав, кричит. Бесстыдно в дужу лезет. Не разувшись. Стыдись невежда. Не ищи причин. Над головой твоей все гуще туши. Стыд матери, что сына упустила. И тем, кто на правителей надеется могучих. От лжепророков, юридических бастилий. И праха не обрящих в пакли кучи. Бесстыдных судей легион в судах. Остриженные жены, бритые мужчины. Користолюбцы на святых местах. Не допусти, Господь, чтоб дух твой огорчили. 2006 год. Игнатий Тихмич Лапкин.